В повестку дня заседания Совета включены вопросы, касающиеся как непосредственно законодательной деятельности, так и других видов деятельности депутатов. В частности, в постоянной комиссии по международным делам подготовлен целый блок вопросов, которые относятся к участию депутатов в международных мероприятиях и межпарламентских связях. Первым пунктом повестки дня предполагается утвердить примерный график рассмотрения вопросов на восьмой сессии. В этот график включены законопроекты, которые в настоящее время находятся на рассмотрении постоянных комиссий нашего парламента, а также в стадии согласования с заинтересованными ведомствами и министерствами. В частности, планируется, что к началу сессии будут подготовлены и внесены в овальный зал законы о государственной службе, о борьбе с коррупцией, о профилактике безнационности и правонарушения несовершеннолетних, которые были рассмотрены уже в первом чтении на предыдущих сессиях. Всего планируется в этот примерный график включить 21 вопрос, из них 16 предполагается, что будут рассмотрены во втором чтении. Так депутаты вернутся к рассмотрению законопроектов об изменении законов по вопросам культуры, о правах инвалидов и их социальной реабилитации и других. Традиционно солидным блоком представлена экономическая тематика, в частности законопроекты, касающиеся рынка ценных бумаг, изменение законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности о саморегулируемых организациях и другие законопроекты. Но я должен отметить, что это примерный список вопросов, которые мы планируем, что будут включены в повестку дня 8-й сессии. Традиционно этот список может пополниться за счет тех законопроектов, которые будут подготовлены в межсессионный период, а также во время сессии и внесены. Ну и конечно же по итогам всенародного референдума, который состоится в конце февраля, мы ожидаем, что граждане поддержат все предложения в основной закон, которые внесены. И соответственно эти изменения повлекут за собой и изменения законодательной базы. Поэтому после референдума повестка дня будет дополнена с учетом прежде всего значимости тех законопроектов, которые проистекают из внесенных на всенародное рассмотрение изменений в Конституции. Прежде всего, наверное, нужно исходить из той значимости, которую граждане определили на диалоговых площадках перед обсуждением тех изменений, которые вносятся на всенародное голосование. Это избирательный кодекс, это закон о Всебелорусском народном собрании, это вопросы, касающиеся местного самоправления, работы органов государственной власти. Все эти законопроекты, как мне кажется, нужно разрабатывать и принимать с учетом всенародного обсуждения, в ходе которого граждане их касались. Спешка при законодательной деятельности, она неприемлема, поэтому на сегодняшний день мы изучаем эту тематику, мы изучаем международный опыт. Это происходит в рамках работы депутатского корпуса по изучению правоприменительной практики. И, конечно, я не могу сказать, что это именно на весенней сессии сразу же произойдет, но мы будем стараться оперативно реагировать на общественный запрос. И я думаю, что в течение этого года 50% тех законопроектов, которые подлежат принятию на протяжении двухлетнего срока, который отведен девятым разделом предлагаемых изменений в Конституцию, будут приняты.